привет ну вот осень мы тепло оделись собрано хочу показать как мы будем зимовать в курятнике и заодно что у нас снова появилась курятники все летом уходотворно трудились видео снимать было некогда вот и значит ну вот тут что-то я решила что сегодня утром когда кормила кур что я хочу показать курочки гуляют в загоне что я хочу показать как мы сейчас живем в курятнике в нашем чего у нас нового у нас есть новое есть ну вот так ну вот я вам показываю наш загон для кур значит ну мы его сделали таким образом вот у нас видите проходит теплотрасса по участку это место никак нельзя использовать вот посадки не под какие и мы его вот сделали таким образом сделали здесь выгул для кур вот сюда не выходит не открывается отсюда они у нас выходят из курятника вот услышали сразу пошли мои курушки хорошенькие так закроем и вот они пошли 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 вот идет загон идет загон 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 идет теплотрасса видите как проходит по участку поэтому и вот сюда заворачивает и загон тоже заворачивает сюда ну то есть для выгула место хорошее им хватает летом здесь вообще красотища мы сюда кидаем травку всякие вкусняшки вот значит тут у них еще стоит запасной чан с водой в общем нормально и гулять они у нас будут ходить до самых самых холодов так это у нас это у нас такой несгораемый шкаф которым это мышеловочка в котором мы храним некоторые корма тут комбикорм для броликов ну сейчас пока тут не очень пуст занято ну бывает здесь прям битком забито так вот наш курятник включаем свет заходим это наша называется теперь уже цыплятник потому что мы здесь сделали ремонт поменяли полы стены потолки все утеплили значит вот такую клетку я заказала трехъярусную на верхнем ярусе брудер ну то есть там есть там есть лампа греющая инфракрасная и простая лампа для подсветки поилки автоматически в общем кому интересно где я заказала пишите я вам сброшу сброшу контакты иркутская фирма возят транспортными компаниями значит здесь две клетки есть ниппельное паение здесь можно держать не сушек вот уйти яйца скаты есть но это я как бы заказала на всякий случай с яйца скатом потому что так то в основном у нас здесь молодняк содержится то есть как у нас происходит так вот у нас тут стоит инкубатор вот он сейчас я его закрыла на зиму отсюда когда вылупляются птенцы сразу попадают в брудер в брудере они живут примерно дней 10 до двух недель в общем и потом они плавненько расселяются по клеткам то есть кто-то остается в брудере и по клеткам по вот этим нижним двум клеткам и они вот в этой клетке сидят до месяца ну то что касается допустим бролеров пронесушек я думаю что в клетке их можно и подольше подержать вот это у нас поилки для подключения клетки в общем вот такая клетка ну она себя еще я считаю оправдала уже оправдала стоила она я ее заказала в апреле стоила она на момент заказа 15 500 сама клетка плюс вот эти вот дополнительные кормушки и плюс сетка для сетка для на пол в брудер в мелкая чистая для маленьких лапок цыплят то есть вот и все значит это получалось где-то примерно еще полторы тысячи плюсом и доставка доставка тоже где-то около 1000 ну вот считайте сколько получилось ну как бы вот сезон отстояла она у нас эксплуатировалась нещадно хочу сказать она у нас не пустовала начиная с мая месяца она у нас вообще не пустовала то есть тут постоянно были жители то есть кто-то потерялся кто-то выселялся но они здесь были постоянно и она в принципе нормально выдержала поддоны металлические вот видите какие под помет я их помыла уже пыль с потолка налетела ну то есть я их помыла и вот они моются хорошо и чистятся хорошо то есть вот она простояла у нас ну не знаю сколько еще прослужит но в принципе пока нормально кому еще раз говорю интересно пишите я сообщу где я ее брала так ну вот у нас дальше цыплятник наш смотрим здесь у нас корма в этом сундуке у нас тоже форма с этой стороны у нас висят всякие 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 вот шкаф висит шкафу у меня также все необходимое тут всякие витамины добавки лекарства аптека наша это вот у меня известь известковая трубка для добавления тут у меня всякие прокладки для инкубатора чтобы яйца закреплять кружка для насыпания корма но такое все значит вот туда дальше у нас вот такая дверь есть нормальная дверь и есть вот такая дверь непосредственно сам курятник в самом курятнике у нас тоже нынче есть изменения мы сделали вот такой вот отгородили вот такой вот загон загон отгородили от основного стада кур здесь у нас содержится ну сейчас бролеры последняя партия бролеров в этом году у меня зимой решили пока не заводите первые первую закладку я решила сделать в марте посмотрю еще по температуре в цыплятники потому что я планирую двери все-таки закрывать вот эти вот чтоб тепло отсюда не выпускать по поводу так сейчас у нас сколько тут градусов почти 20 курятники очень тепло по поводу отопления курятника обогрева значит вы видели что там у меня теплотрасса и вот смотрите курятник у меня стоит также построен на теплотрассе видите то есть ну какой-то мере конечно это вот халява для нас не было бы значит что-то придумывали бы другое так у меня тут кто-то сидит кто тут у меня сидит моя моя сладенькая моя хорошая моя не ругайся так вот девки мои ходят тут любопытничают значит вот у нас отгородка для бролеров ну и для молодняка птицы которые выходят из клеток мы сажаем сюда и здесь они сидят до бролера сидят тут до последнего своего этого а если это не сушки они сидят ну по крайней мере до двух с половиной до трех месяцев я поняла что когда куры сидят вот они видят друг друга то есть эти гуляют взрослые здесь они видят молодежь они друг другу привыкают и потом их очень легко можно спокойно выпустить их никто обижать не будет вот у меня есть такой опыт я уже молодых выпустила и они ходят как будто бы ни в чем не бывало никто их вообще не трогал то есть очень хорошо идет адаптация друг другу да цыпули цыпули мои в общем вот так дальнейшем мы планируем в конце этого месяца короче заказали мы обогреватель конвекционный который вешается на стену планирую вот сюда повесить обогреватель ну куда-нибудь сюда то что здесь розетка думаю где-нибудь вот здесь повешаем значит над инкубатором повешивались отдельный термометр посмотрю какая будет температура ну потому что я сказала что первый вывод хочу делать ну закладывать в марте 1 1 закладка у меня будет несушка хочу для себя сделать взять несушку хочу кучинок взять еще кого хочу взять не знаю ну вот выбираю хотела взять белифельдера но что-то у нас не могу найти яйцо яйцо инкубационное его ну если что только обу кучинку сделаю потом подращу ненужных продам если что вот и хочу посмотреть какая здесь будет температура в курятину в цыплятнике чтобы можно было нормально если будет нормально в феврале уже тепло то возможно начну выводить уже с февраля месяца чтобы было время им подрасти в клетке нормально до высадки их до высадки их сюда все-таки крыс никто не отменял вот у нас эти стоят капканы сегодня вот никого не было вчера не было позавчера здесь был гость у нас мохнатый хвостатый короче за пять дней выловили пять штук так ну вот здесь все ну вот такая у меня такие изменения за лето произошли значит показала в куроводческом хозяйстве есть у меня еще планы но это только пока планы потому что еще не ничего не продумано все таки хочу попробовать индюков вот прям сильно хочу не только пока еще не знаю как их где их здесь у меня можно содержать хватит дай мне поговорить вывод без проблем инкубатор и пока клетка все это нормально единственно что я не знаю потом как их мне совместить в курятнике если у кого-то есть какие-то мысли предложения или свой опыт пожалуйста поделитесь если вам не жалко ну все такое видео всего хорошего пока